У нас еще один очень актуальный вопрос. Мы долго боремся с ларьками на Ильинской площади. Дело в том, что там, ну, за этими ларьками очень грязно, хотя там и лильские сферы, и рядом парк истории России, который был недавно построен. Хозяева этих ларьков не реагируют, ну, и как бы общественность взялась, ну, голосовать на общественных слушаниях, провели общественные слушания по сносу этих ларьков. Но ларьки до сих пор не снесены. Ларьки до сих пор не снесены, и действительно, приезжают гости к нам в город, побывав в таком красивом музее, и идут отдохнуть в сквере, проходят через вот эти ларьки, как через общественную поморку, пароль. Конечно, вам сложно, я вам сразу скажу, сложно, потому что 20 лет город развивался совершенно не в том направлении, в котором должен был. Развивался в сторону хищнической политики, в том числе ларешников, в том числе и тех, кто застраивал центральную часть города, разбазали эту землю. Все это так. Ну, так же и сложилось. Вам, Валерию Васильевичу, я вам плечо готов подставить, досталось то, что называется привести все это к нормативам и сделать так, чтобы было все по закону. А по закону, это значит, никто общие городские тротуары не должен занимать. Стоят эти ларьки на тротуарах, никто не должен занимать газоны, стоят ларьки на газонах. Это то, что принадлежит городу. И так же не имеет срока давности, если кто-то взял это и отвел, а потом еще и перепродал. Вот здесь уже, даже если ты приобретатель добросовестно, нужно головой думать. Если это тротуар, то он должен быть тротуаром. И здесь, конечно, хотелось бы, чтобы правоохранительные органы, которым так же не очень хочется этим заниматься, потому что там много людей уважаемых за этим стоят. Все приходят, все просят. Да, Михаил Александрович? Перестали. Перестали? Ну, тогда либо вы перестали этим заниматься, и они перестали. Либо вы возьмите, как положено, по закону, насколько я знаю, на ответственное хранение, с участием тех, кто зафектирует сохранность и так далее. Москва же очистилась от этого. Посмотрите решения, которые принимали в других регионах. Но по-другому не получится. И тот, кто считает, что вот он отопьется, друзья, можно на месяц затормозить эти процессы, можно на год затормозить, но не получится в любом случае снять это с повестки. Город защищен законом, права горожан защищены. А когда речь идет вот о таких захватах, это захват. Это захват городской территории. Вот когда мне говорят, да это мое, я что хочу, твои врачи, ничего подобного. Вот внутри своей квартиры, что хочешь, то и делаешь. Тарелки пьешь, вазу ставишь, и то еще. Неизвестно, жена разрешит эту вазу поставить туда, куда ты хочешь. Или теща. А ну вот и не разрешите. Ровно это не нравится тем, кто хочет отсюда уехать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, друзья мои, здесь надо собираться, собирать тех, от кого это зависит, и решать эту задачу. В любом случае придется решать. Вот мы с вами по проспекту прошлись, посмотрели, ну часть, где вавилла, и мирный переулок. Там тоже что? Чувак, где они стоят? На пешеходной зоне, на тротуарах, собирайте, объясняйте. Есть контроль надзорный орган. Они также не должны безучастно к этому относиться. Закон дорожный. Сейчас вместе занимаемся. Ну, так и занимаемся. Потому что это многое значит наведением порядка в городе, чистоты. Ну и город-то будет меняться. Ну, посмотрите, там, с одной стороны, антисанитария, то, что правильно говорили. Рядом не убирают. Некоторые ларьки взяли, поставили прямо на проезжую часть, на территорию, там, к тем же вузам. Не подойдет. Причем там сквер? Там же сквер. А сквер? Это общественная территория. Вот об этом речь идет. И здесь ничего личного, вот, ничего там. Ко всем самое замечательное отношение. Поэтому, Михаил Савченко, объясняйте. По-другому пути нет. Просто для вас, все те, кто занимается, знаете, чем закончили. Хочу сказать. Город надо сделать чистым. Вот все согласны? Все согласны. Михаил Савченко, мы можем ее вместе сделать чистым. Наш город. Можем. Можем. Мы можем сделать его самым чистым городом. Все. Набовым. Можем. Все вместе. Можем. Хорошо. Видите? Вот, мэр говорит, мы можем сделать город Савченко самым чистым городом. На Волге, да? На Волге. На Волге. Следующая задача, вы знаете, уже шире. Согласны с этим? Да. От этого много изменилось. Раз. Чистота. А чтобы была чистота, это значит организация вывоза мусора. Это значит уборка. Это значит озеленение. Это значит вывоз снега. Вот сейчас, боженька, видя на то, как вам тяжело, в этом году. Во всех храмах снега стоят. Я думаю, что вы свечи поставите, а сами делаете все для того, чтобы такого больше коллапса не случилось. Так точно. Да. Вот это то, что нам реально посетят. Зону отдыха. Их надо выделить. Их надо защитить. Потому что все равно идет вот это посягательство на скверы, парки. И более-то нам крайне важно, так как сейчас в городе более 500 земельных участков образовалось пустых, из-под домов, которые отселены, выбрать те пятна, которые не должны в будущем застраиваться. А чтобы в микрорайонах, особенно вот мы видели рядом с 84-й, допустим, школой в Заводском районе, и в Елшанке у нас 24 барака сносятся, часть уже снесены, нам также необходимо предусмотреть территорию создания скверов и парков. Кстати, в Елшанке таких скверов будет два. На месте старой полиплиники, на месте одного из бараков, который к школе примыкает. Если говорить о других районах города, надо посмотреть, и вот именно эти участки сразу, потому что сквозные служения мы можем с вами использовать, чтобы там была парковая зона, чтобы там была возможность для занятий спортом и отдыха с репетишками. У нас уникальная возможность есть, потому что вот на данный момент более 500 домов снесены. Михаил Саш, я хотел об этом сказать. Очень много мне пишут паблик, за который, спасибо сторонникам, которые ведут его и отвечают на вопрос, обрабатывают, не пересылают материал, но правильно все говорят, большое количество домов, которые не снесены. То есть они отселены, но не снесены. Там, понятно, происходит много плохого, потому что и ребятишки туда уходят, кто там курит, кто может и просто упасть. И, понятно, это место становится и опасным, и малопривлекательным. Вы мне скажите, какие средства необходимы для того, чтобы мы с вами вот эти все дома вывезли, площадки очистили, а дальше у вас уже есть несколько возможностей. Одна возможность. Скверы и спортивные сооружения, сооружения для отдыха детей. Это объекты социальной сферы и объекты, которые требуются для строительства тех микрорайонов, где это освобождается. Либо вы имеете право, как муниципалитет, строить жилье для тех же детей, селок, многодетных. Или соцобъекты, да. Вот это реально. Мы сразу с вами, если только сделаем серьезные изменения обреки города, потому что, с одной стороны, убираем то, что уже ветшает люди оттуда отселения. С другой стороны, это больше вот нашим депутатам, вообще вот, Валюсович, для депутатов города и областной думы, непочатый край работы, хотелось бы, чтобы они это слышали и понимали. Потому что зеленые зоны надо защитить, придать им статус, чтобы на них никто не посягал. Продолжение следует...